Ровно 95 лет назад, 15 августа 1919 года, город Курган был освобожден от интервентов. Председатель военно-спортивного союза имени Калашникова Сергей Карпук отметил вклад Зауралья в военные действия во времена Первой мировой. Из Зауралья было призвано очень много военнослужащих на фронт Первой мировой войны, скажем так. В том числе из них вышло много наших военачальников, знаменитых на все войска, скажем так. Ну и плюс тыл, опять же, Зауралья обеспечивал фронт и кожей, и обувью, и одеждой, и тоже пшеницей, мукой, маслом. Каждый из присутствующих в зале Краеведческого музея вносит свой вклад в патриотическое воспитание молодежи. Каждый считает должным рассказать о тех временах. К примеру, герой социалистического труда Геннадий Константинович Королев был награжден орденом имени Калашникова за свою активистскую работу с учениками школ города. Раз мы, как не участники войны, мы, значит, рассказываем все время о своих трудовых подвигах, какую работу мы выполняли в то время, и вот об этом детям мы рассказываем. Чита Сельницыных занимается проведением уроков мужества, а также открыла целый музей под названием «Память 24-й школе». Все время старалось дать детям не только знания, но и подготовку к жизни, чтобы они могли правильно себя держать в обществе со старшим поколением, со своими родителями. Сельницын Александр Кузьмич на торжестве был награжден медалью имени Жукова за участие в боевых действиях во время своей службы в Венгрии. В моем фронтовом объединении, значит, 8 человек награждены этой медалью. Ну и эту медаль сейчас вот я с честью ее буду носить, поскольку та задача, которая была в 1956 году, поставлена. Я ее с честью выполнил. Также пенсионерам-активистам были вручены грамоты за проведение патриотических мероприятий, в ходе которых они знакомят молодежь с историей нашего региона. Анна Гаврилова, Никита Мухин, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру.